Он на исходе 11-й минуты заставил капитулировать с подорога противника. Зипкоин, сумевший в самом начале встречи переиграть теперь уже основной уголкипера Сельмаша Савченко, сбросил мяч своему партнёру по атаке и молодой форвард открыл счёт 1-0. Возможно, быстрый гол надломил гостей. Теперь участие обоих в игре с московским локомотивом под вопросом. Почти тут же двумя красными карточками арбитр Жофяров наградил Доручунов, Матьёву и Джефферсона, после чего игра стала чрезмерно грубой. Листопад жёлтых карточек прервался лишь тогда, когда команды праздновали взятие чужих ворот. На 81-й минуте после точного паса Мысина Павлюченко удвоил результат. Начало второго тайма получилось относительно скучным. Игра проходила преимущественно в центре поля. Но время шло, гости понимая, что счёт скользкий, ринулись отыгрываться. Созидание им очень помог опытный Шмаров, которого Ниненко бросил в бой на 67-й минуте. Сразу после появления на поле Джокера команды, Косторная заставила содрогнуться перекладину. В дальнейшем факел, отрядивший вперёд значительные силы, стал пропускать опасные контратаки хозяев. Но если в первом случае Гончаровс и товарищи смогли отвести угрозу от собственных ворот, то за три минуты до конца встречи Павлюченко сумел таки неожиданным ударом застать врасход воронежского вратаря. Тут же подача Есипова в армейскую штрафную, где не на высоте оказались защитники и вратарь. Роман Павлюченко точен 1-0. У Сатурна с первых минут на поле вышел Бузникин. Однако вмешательство героя недавнего отборочного матча чемпионата мира не спасло романчан от неприятности уже в дебюте встречи. На седьмой минуте при полном бездействии приезжей защиты Павлюченко сместился в центр и редким по красоте ударом застал враслог Чижова 1-0. Через некоторое время хозяева попытались развить успех, но тот же Павлюченко и чуть позже Осинов не использовали, казалось, стопроцентные моменты. Первая же атака на ростовские ворота полностью оправдала замысел. Павлюченко, заменивший стартовом составе травмированного Зеленовского, со второй попытки все же пробил Близнюка. Молодой нападающий вскоре мог отличиться вновь, однако мяч после его удара угодил в перекладину. Павлюченко, заменивший стартовый ворота. Стравший Зернов отнимает на счет защитников Сенри, вводит Павлюченко один на один. И тот четким ударом с левой под радостные крики волгоградских болельщиков и журналистов. За 10 минут до конца встреча зажигает тройку на табло. Победную тройку для ротора. Бурная радость партнеров и тренеров. Павлюченко понятно. При счете 1-2, вот когда вы повели, хорошо начали, затем пропустили два гола подряд. Была ли такая вот уверенность, за счет чего команде удалось все-таки переломить хоть матч и одержать победу? Ну я думаю за счет желания. Мне хорошо, что не опустили руки и боролись до конца ночи. Почему команде в этом году не удавалось на выезде побеждать? На выезде, ну я думаю, может не хватило класса там. Я не знаю, мастерства не хватило. Балтиев эффектным ударом сходу замкнул подачу с углового. Ротор этот нелогичный гол не на шутку разозлил. Сначала Алдонин и Борзенков едва не заставили капитулировать Сметанина, а под конец тайма Павлюченко все же смог забить первый гол своей командой в сезоне. Вторая половина началась с массированных атак Сокол. Тем временем инициативой на поле завладел ротор. Зубко прошел по флангу и выдал пас Павлюченко, удар которого в упор Березовский парировал. А спустя шесть минут, когда тот же Павлюченко благодаря пасу своего капитана Есипова оказался в похожей ситуации, вратарь «Динамо» был бессилен. А спустя шесть минут Березовский не справился с несложным ударом Смирнова, и Павлюченко под караулю подскок оформил дубль. В первый год с нами президент летал, и он собрал всю команду и сказал, давайте, надо выиграть, потому что уже стыдно в Волгоград прилетать. Уже идешь по улице, на тебя смотрят, то это футболисты, они играют, ну такие вот просто стыдно. Изменения в счете произошли уже под занавес первые 45 минутки. Сначала Самойлов издали направил мяч в девятку, не оставив вратарю-гостей ни единого шанса 2-0. Казалось бы, с этим соперники и уйдут на перерыв, а нет. Через минуту саратовец Петр Качура, пытаясь отпасовать мяч собственному голкиперу, совершил непростительную ошибку, и Павлюченко, оказавшийся в нужном месте в нужное время, сократил разрыв 2-1. В начале второй половины матча на поле донировали гости, раз за разом проверяя на прочность обороны у Сокола. В чести саратовских защитников и их вратаря ни один из опасных моментов не завершился взятием ворот.